В Курганской области сокращается количество пострадавших на железнодорожном транспорте и путях. Все благодаря слаженной работе транспортной прокуратуры и Южно-Уральской железной дороги. Так, с начала текущего года подобный травматизм в области получили 26 человек. 18 со смертельным исходом, 8 зауральцев покончили с собой. 35% от всех травмированных на объектах ЖД-транспорта были пьяны. В первом квартале, например, 2016 года травмировало 5 человек, что на 37% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Из них со смертельным исходом всего лишь 2 человека, а это на 60% меньше. К сожалению, в текущем году есть случаи травмирования несовершеннолетнего на ЖД-путях в микрорайоне Заозерный. Ицензент произошел 21 февраля этого года. Молодой человек получил сильнейшие травмы при столкновении с грузовым составом. 5 дней пролежал в реанимации. Выжил. По результатам проверки было установлено, что несовершеннолетний переходил железнодорожные пути и при этом находился в наушниках. Слушал музыку. В результате чего он не услышал сигнал проходящего поезда. По результатам проведенной проверки в Курганский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца источника повышенной опасности морального вреда. Решением Курганского городского суда требования прокурора удовлетворены на сумму 50 тысяч рублей. В ходе мероприятия региональной программы области повышения безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы обследуются переезды. В качестве основных недостатков в эксплуатационном состоянии железнодорожных переездов отмечены отсутствие горизонтальной дорожной разметки на подходах автомобильных дорог к переездам, отсутствие дорожных знаков, направляющих столбиков, наличие выбоин, разрушение покрытия проезжей части автодорог на подходах к переездам, несоответствие междурельсового настила предъявляемым требованиям, в первую очередь находящихся в черте населенных пунктов. Завершены работы по ограждению участка железной дороги, проходящей в черте города Шадринска, то есть с оборудованием специальной зоны перехода, световой, звуковой сигнализацией. И это дало свои результаты. На данном участке дороги в 2016 году не травмировано ни одного человека. Вместе с тем транспортная прокуратура региона выявила факты ненадлежащего содержания подобных участков на станциях Иковка, Кособроцк, Лаговушка и Зырянка. Южно-Уральской железной дороге внесены представления об устранении нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, данная компания и надзорное ведомство проводят регулярные комиссионные обследования наиболее травмоопасных участков с выработкой конкретных мер. Это коснулось и ЖД-полосы в микрорайоне Заозерный. Алексей Старцев, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.